Оля, ты крыса! И хоп, и начался конфликт вообще на ровном месте. Мы же никогда ничего не подписываем. Вопрос в том, что создание письменных наших договоренностей — это единственный способ вообще создать договоренность. Он такой вроде и да, и нет, и ты не поймёшь вообще, как бы он мутный какой-то. В смысле, ты понятиями такими не кидайся? Там, где я вырос, такими понятиями не кидаются? И всё, вообще с пустого места пошло-поехало. Всё свободное время, мы подсвечаем тому, что мы развиваемся. Люди соглашаются на всё, если не собираются ничего делать. Бизнесмены — это же далеко не самые умные люди на свете. Мне тебя жаль по-человечески, но дело-то не сделано. Всем привет. Подкаст «Люди. Дело». Дим, я очень рад тебя видеть. Взаимно. Мы маленькое лирическое отступление. Давай. Сочи. Я приехал просто на какой-то очередной форум, чтобы посмотреть, по-моему, форум инфобиза. Я уже не помню, чего, короче, форум. Я просто езжу везде всегда. Покупаю вип-билет, чтобы просто познакомиться, возможно, со спикером, с чем-то ещё. У меня есть стратегия. Я делаю мероприятие, и чтобы взять спикеров, чтобы просто познакомиться с кем-то, ты просто покупаешь вип-билет, приходишь на мероприятие, и там, скорее всего, с большой долей вероятности, ты в випке с кем-нибудь интересным познакомишься. Да, прикольно. Ну, это просто такая вот стратегия, лайфхак, кстати, пацаны, мы с него начнём. И вот, я хожу там, в несколько дней, по-моему, была конференция, что-то мне прям, ну, совсем не заходит. Ну, что-то это, в один зал захожу, а у нас тоже есть стратегия. Я с Юлей, и получается, Юля идёт в один зал, я в другой. И мы как бы на друг другу пишем, норм, ок, не ок, ну, давай. И тут я захожу в зал, а ещё рано, у тебя первая, по-моему, ты был первый, по-моему, или что-то такое, выступал, стою, прихожу, я ей такой пишу, по-моему, здесь огонь, нормально, короче, приходи-ка сюда, короче, вот. Она говорит, ну, вроде как у меня тоже, я говорю, мне кажется, у меня точно лучше, короче. И ты как раз начинаешь, я такой сижу в зале, думаю, охренеть. Я понял, что я смог, когда ты выступал, я смог сформулировать свою проблему, ведь это важно, когда вот у тебя вспышка осознанности происходит. И вот она у меня произошла, я с тех пор стал твой фанат. Вот, и вот видишь, как бы, и спустя два года мы вот тут общаемся. Вот, так это моё видение, об этом заинтриговали, по-моему, ребят. Чуть-чуть немножко о себе, чем занимаешься, так сказать, как говорит Миша, гребенюк фактурки чуть-чуть. Я адвокат, я специализируюсь на отношениях со владельцев бизнеса. Моя вот узкая специализация, прям такая, в том, чтобы помогать людям, которые совместно делают какой-нибудь бизнес, чувствовать себя комфортно, делать долгое партнёрство и делать его, как бы, успешным, результативным, прибыльным. То есть я помогаю людям договариваться, когда они ещё не знают, о чём нужно договориться, или уже находятся в каких-то таких предконфликтных состояниях. В общем, такая моя... Это называется партнёрская сессия. Да, это, ну, сама технология и, как бы, процедура вот этого разговора глубокого. Это называется партнёрская сессия. Я её выдумал. Но я вот не слышал этого термина. Я вот именно в Сочи тогда, я такой думаю. Я начал, мне потихоньку доходило, как бы, потом я просто следил какое-то время. Да, штука в том, что я, ну, достаточно долго работал адвокатом в разных акционерных конфликтах. И я выступал на одной из сторон всегда. И, собственно, на самом деле это было достаточно деструктивно в том смысле, что, в конце концов, от бизнеса не особо что-то оставалось, пока там полтора-два года люди судились. И, вообще говоря, разбирательство в споре, в судах очень неэффективно и непродуктивно. Я подумал, блин, а почему, интересно, они ссорятся? И я начал исследовать эту штуку, и выяснилось, что они ссорятся не из-за того, что кто-то реально кого-то кинул. А на самом деле они ссорятся из-за того, что возникло какое-то обманутое ожидание. То есть кто-то поступил не так, как думал вот этот первый. И этот первый начал что-то отвечать на что-то. А второй-то не хотел ничего со зла сделать. Но он, вообще говоря, действовал просто, как считал нужным. И там, не знаю, кто-то взял из кассы денег, потому что дом надо было достроить. А второй говорит, в смысле, ты вор? Первый говорит, в смысле, ты с понятиями такими не кидайся. Там, где я вырос, с такими понятиями не кидаются. И все, вообще с пустого места пошло-поехало. А ты, ну, как бы, если, правда, поднять, как бы, дневники, ну, то есть, условно, если поднять разговоры, которые вели эти люди со сторонними людьми, то выясняется, что тот, кто взял деньги, он говорит, блин, я деньги взял, надо, короче, Максу сказать, все время забывая. Ну, короче, я их сейчас верну. Ну, значит, он реально не имел ничего плохого. Ну, а в конце концов, это просто акционерный конфликт, чоп, заблокированное производство, завод отжатый и все такое. И это, мне не хотелось в этом участвовать, а хотелось помогать людям такие штуки не допускать. И я понял, что, что можно сделать? Можно, пока нет конфликта, на любой стадии партнерства, прошел год, пять, двадцать пять, или только мы начинаем, на любой стадии партнерства, пока нет конфликта. Нужно сесть и поговорить глубоко про разные вещи, которые могут быть неочевидны, записать то, о чем мы договорились, чтобы не забыть. И тогда вообще есть куча моих подтверждений научных, исследовательских о том, что это продлевает даже как бы возникновение первого конфликта, потому что конфликты неизбежны и кризисы неизбежны. Но срок возникновения первого конфликта продлевает, первое. Второе, качество прохождения этого первого конфликта тоже поднимает, потому что мы обсуждаем о том, как мы будем спорить и конфликтовать. Люди такие, так, что мы записали? А вот так. И они цивилизованно начинают конфликтовать, проходит этот конфликт первый. А от качества прохождения первого конфликта в принципе зависит длительность партнерства. Есть прям прямая корреляция, на больших цифрах проверенная. И поэтому я как бы, я математик по первому образованию, я поэтому понял, как бы, точки качественного улучшения, точки прям, где можно подкрутить и вся конструкция лучше работает. Вот чем я занимаюсь. Краткие планы на День строителя 24. Что же мы приготовили для вас? Ну, застройка классная и прочее. У нас будут бренд-зоны с активностями, как обычно. Все, начиная от Rodeo, рулетки, заканчивая всевозможными VR-играми, очками, аниматорами. На сцене у нас не будет продуктовых презентаций, и как никогда и не было. Зато будут выступать офигительные спикеры, такие, как Дмитрий Гриц. Огромное количество локаций. Начиная от обычных локаций, диванные эксперты, к которым уже все привыкли. Также будут душные вопросы в этом году, где вы сможете подойти и либо рассказать что-то душное, что вы хотите рассказать, либо спросить о том, что такое теневые плинтуса, как с ними работать, что такое там вибрация света. Зал нетворкинга. В прошлом году, помните, да, зал, какой был нетворкинг? В этом году он будет работать целый, целый день. Будет более 10 активностей на нем. Ну и как обычно, шоу-программа. Если кто был у нас в прошлом году, тот знает, что, как мы делаем шоу-программу. Игровая механика, как и была. Естественно, будут номинации. Конечно, про наших самых маленьких. Кубики и прочее, там, разрисование, раскраски и так далее. В этом году у нас будет даже шоу с кирпичиками. Они будут там настоящими кирпичами, раствором ложить. Много фото-зон. Ребят, фотографировать, это мы будем учить. Трансляции, много розыгрышей, много тусовок, много перформансов. Поэтому мы ожидаем порядка двух с половиной тысяч человек. Так что добро пожаловать на DS24. И я сейчас рассказал малую часть того, что там будет. Представим себе ситуацию, что я со своим, там, не знаю, другом, там, не знаю, Евгением, к примеру, да. Мы с ним начинаем работать на стройке. Так. Как и еще тысяча или там 175 или там 250 тысяч наших подписчиков. Они такие же, они начинают работать на стройке. И они случайно абсолютно встретились. Там познакомились как-то один вроде бы, короче, у него тачка есть, у другого объект, у другого инструмент. Вот они начали работать. И вот проходит там месяцев 7-8, они понимают, что как-то они уже и притерлись друг к другу. Не один объект, а два и три сделали. Что нужно сделать? Нужно сесть и познакомить нормальности друг друга. Я сейчас объясню. Смотри, вот мы, давай, мы с тобой. Я совсем не разбираюсь в стройке, но у меня есть тачка. У тебя объект. Да. И мы вот собираемся делать вместе. Штука в том, что есть много очень простых вопросов, которые люди не обсуждают, потому что им кажется, что это само собой разумеющееся. Например, как ты считаешь, сколько нам с тобой нужно, ну вот сейчас, может, объектов немного, но будет там много, сколько нам с тобой лично нужно часов в неделю работать? Скажи просто свое личное мнение. Все свободное время. Особенно, если тебе там 25 лет. Не-не-не, вот, ну, как бы, я не знаю, вот тебе. Вот я бы тебе сказал, все свободное время. Я трудоголик, все свободное время. Мы подсвечаем тому, что мы развиваемся. Смотри, важный вопрос. Я, правда, не готовил эту оппозицию, но я, правда, считаю, что нужно стремиться работать ноль. Я, короче, считаю, Рувим, нам нужно построить бизнес, который, блин, не зависит от нас. Когда люди работают, и лучшие деньги – это деньги, заработанные, когда мы спим, а не когда мы работаем. И здесь нет правильной и неправильной точки зрения. Реально, в зале, когда ты выступаешь и спрашиваешь, кто сколько считает, и там 24 на 7 – ползала рук. Ноль или стремиться к нулю как можно меньше – ползала рук, понимаешь? И штука в том, что здесь нет правильного и неправильного ответа. Ты, смотря какую книжку будешь читать, трудоголика или ленивого предпринимателя, вот та точка зрения и будет. Важно сходиться в этих точках зрения. Либо до того, как у нас возник конфликт, узнать, что вообще, говоря, твой партнер хотел бы стремиться работать ноль. И тогда это не означает, что ты такой, ой-ой-ой, нет, тебя нельзя брать в партнерство. Нет, ты такой, прикольно. Ну, во-первых, если у тебя там сознание такое готовое на чужую точку зрения, ты такой, блин, а что я могу, как я могу обогатиться в смысле ментальном, приняв такую точку зрения как правду. Ну, прикольно. Вот он считает, что ноль. Окей. И ты говоришь, слушай, а вот, не знаю, в течение ближайшего года ты же понимаешь, что мы ноль не будем работать. Я такой, ну, ближайший год понимаю. Ты такой, о, прикольно. Уже год мы как бы можем поработать в твоей парадигме 24 на 7. Ты говоришь, все свободное время. Это охрененно неподходящий ответ, потому что у нас свободное время с тобой разное. И следующий вопрос был бы, если я глубоко хочу тебя узнать. Я говорю, Рувим, а у тебя сколько свободного времени? Ты что еще делаешь? Ты такой, ну, у меня про свободного времени 3 часа в неделю, как бы, потому что у меня все нахрен забито моими проектами. Смотри, у меня продакшен и все такое. Я такой, ну, хорошо. Если свободное время это 3 часа в неделю, то я даже 6 часов, я 2 твоих свободных времени готов вкладывать в неделю. Но нам нужно, как бы, просто поузнавать, а ты, типа, ну, не знаю, у тебя дети, жена. Нет, я, типа, в разводе, но у меня дети, и поэтому я, там, 2 недели в полгода точно с детьми, ну, важно, этот отпуск, ну, не поменяй ничего. Но зато в остальное время я свободен, как ветер, типа, ни семьи, ни чё, могу от талого до талого работать. Второй тебе говорит, слушай, у меня жена, как бы, и она такая, ну, типа, после 8 надо быть дома. И важно познакомить друг друга. И когда ты просто послушал человека, когда ты не обиделся на него, почему ты уже четвертую неделю до 10 вечера батрачишь, а он в 7 уезжает. И ты сам себе выдумал, типа, блин, он какой-то странный, какой-то стрёмный чувак, чё он ленится. А может, бабки тогда не поровну будем делить, а может, ещё что-то. А у меня проектик появился, который в 9 ко мне пришёл вечера. Ну, явно это не для Рувима. Возьму-ка я его, а на отдельную ИП-шку скину. А потом Рувим узнал, что я делаю какой-то левый проектик, потому что монтажника я общего использовал. И тот Рувиму сказал, что тот на другом проекте. А я говорю, на каком объекте? А этот объект вне партнёрства. И я такой, оля, ты крыса. И хоп, и начался конфликт вообще на ровном месте. Ровно потому, что мы когда-то как бы не пообсуждали, а мы чё вообще, ну, сколько мы работаем. Не стали от этого обижаться. И в состоянии обиды у нас не было принято просто друг с другом поговорить, когда кому-то чё-то не окей. А мне кажется, что это первый принцип вот так выложить, сказать, слушай, Рувим, мне просто прикольно с тобой по-человечески. Поэтому давай так. Сейчас всё клёво. Если вдруг будет чё-то не окей, давай, я не знаю, мы раз в неделю будем в кальяной, в баре, в бане чай пить, где угодно. И просто выкладывать чё-то не окей за неделю, за две, за месяц. Просто как бы в начале почаще, потому что будет больше не окей. Там дальше можно раз в квартал выезжать, не знаю, на выходные и просто в бане партнёрские дни делать. И просто не болтать про бизнес, а болтать про наш союз. И это очень прикольно помогает людям. Как бы это помогает людям. Это очень простое действие. Ничего не надо. Кандидатских защищать не нужно для этого. Нужно просто как бы любознательно узнавать и думать. Так, вот он говорит, всё свободное время. Ага, а сколько у него свободного времени? А сколько у меня свободного времени? А почему? А у меня может возникнуть ещё одно дополнительное хобби? Я буду серфить, и поэтому я там в январе меня не будет. Ну, короче, вот это всё нужно пообсуждать. И в этом весь смысл. И в этом весь смысл партнёрской сессии в том, что как бы сесть, глубоко познакомить нормальности друг с другом. Ты просто задал вопрос, типа, вот что делать? Нужно сесть и поговорить о каком-то объёме. И у строителей такого типа бизнеса, как ты, описал. Нужно точно поговорить про личную занятость. Сколько мы будем, с какой интенсивностью? А ещё прикольно. А сколько лет мы готовы сейчас положить обязательства, что мы вот сколько лет точно отработаем? Интересно же. Потому что на самом деле, ну, до конца жизни, ну, это нереалистично. Лучше договориться, не знаю, года 3-5. Вот через 3-5 лет, там, не знаю, через 5 лет я могу встать и сказать, Рувим, мы создали уже бизнес, хочется верить. И я не буду работать, а только дивиденды буду получать. И так как вы тогда, 5 лет назад договорились, то у тебя, ну, я надеюсь, не может быть, если нет биполярки у человека, не может быть, ну, каких-то претензий ко мне по этому поводу. Потому что мы 5 лет назад договорились, что мы 5 лет батрачим. Я честно батрачил, мы выбежали вот на эту дистанцию, я её добежал. И я через 5 лет и один день могу сказать, Рувим, снова хочу работать. Или через 5 лет и 3 недели, тоже могу сказать так. И ты можешь сказать, слушай, ты не нуждаешься в компании, компания не нуждается в тебе или ещё что-то. И мы это пообсуждаем, в общем. Но об этом точно нужно договариваться. Ну, то есть ты рекомендуешь не договариваться, мы, братья, там, на всю жизнь и всё делаем. А вот 3 года, 3 оптимально, ну, 5, наверное, да, в зависимости от, наверное, возраста. Чем ты старше становишься, тем, наверное, дистанции меньше. Я думаю, что в зависимости, с одной стороны, возраста, с другой стороны, в зависимости от стабильности бизнеса. Потому что если у тебя бизнес только начинающий, то на самом деле тебе есть смысл договариваться на какой-то спринт. И потом через спринт смотреть, мы в какой точке находимся. Если у тебя там какой-то большой стабильный бизнес, то ты можешь сказать, я там, типа, 10 лет готов. Ну, то есть этот бизнес до тебя 10 лет существовал и после тебя просуществует. Поэтому, скорее всего, 10 лет ты предсказуемо понятно, что будешь делать. И в этом смысле даже не в возрасте, ну, как бы в стадии некоторой, в стадии роли этого партнёра и в стадии бизнеса в целом, в котором он находится. То есть если ты совсем начинающий, ну, мы можем договориться, на самом деле, базово. Если мы вот сейчас только-только начинаем, нам, на самом деле, нужно договориться, не знаю, на год или на полгода. А лучше вообще на проект и посмотреть друг на друга, как мы работаем. На проект идеально, да. Да, мы договорились на проект, мы его отработали, и мы заранее до проекта договорились, что мы после проекта оба свободны. И мы принимаем решение, мы хотим идти дальше, как бы, или не хотим. И мы, честно, можем сказать друг другу, слушай, мне там не очень комфортно. Ну и всё, ну, как бы, все взрослые люди. Да, проект это идеально вообще, особенно для стройки, это потому что... Да, мы найдем проект, и понятное дело, что по ходу этого проекта будут, как это сказать... Просто часто бывают на стройке, что после проекта приходится где-то ещё поработать, чтобы на этот проект принести деньги. Ну, реальность. Ну, так, так, может быть... Бывает сложно закрыть, когда ты в кассовый влетаешь, короче, и как бы ты такой... Ну, я вижу это сплошь и рядом. По ходу проекта у тебя могут возникнуть ещё какие-то проекты, и вот тебе нужно дисциплинированно сказать, ровно один проект отрабатываем, и после проекта садимся друг другу в глаза, смотрим и говорим, хотим дальше в партнёрстве, или как бы разбегаемся, ищем какие-то свои штуки. И это качество партнёрства очень сильно повышает. Ровно потому, что люди те же самые, всё то же самое. Но когда ты как бы подтвердил своё намерение, сказав, что да, слушай, я тестировал наше с тобой взаимодействие, и я кайфанул, и всё круто, погнали дальше, от этого сила и мощность как бы скрепления этого партнёрства просто в разы повысилась, как бы в отличие от случая, когда мы просто по самотёку, что-то один проект, второй, третий, четвёртый, а потом один такой, блин, нафиг это нужно, и всё такое. Просто из-за того, что человек намерение своё выразил. Это усиливает очень сильно вот этот вот союз. Ну, в идеале прописать всё. Это нужно прописать даже не в идеале, а в любом случае это нужно прописать, потому что... Ну, это просто нонсенс, это прописанные договорённости существуют у, наверное, ну, каких-то там, не знаю, больших бизнесов, у каких-то там дядек, наверное, в пиджаках. Между обычными ребятами, которые работают, ну, грубо говоря, там, не знаю, там, неважно кто они, работают на стройке, повара, кафешку они открывают, кальянную там бахнули. Ну, типа вот простой какой-то такой бизнес. Мы же никогда ничего не подписываем. Важная штука. Кафешку одну открываем, там, ну, вот и всё. Про юридическое закрепление, вот это всё, юридическое оформление, это не равно прописать. Это отдельная возня, которую я, как кандидат юридических наук, говорю, вообще забейте на это. Ну, то есть я как бы не про это. Я записать, это про то, что вот мы сегодня с тобой, как бы, вернее, не так. Мы с тобой назначали встречу, типа, 4 недели назад, был звонок, мы договорились созвониться в какое-то время. И Руви мне звонит в какое-то несогласованное время, я потом это только увидел. И он пишет мне, а, ой, блин, перепутал день, завтра позвоню там, ну, что-то такое. Представь, что у нас не было бы переписки о том, когда мы созваниваемся. Ты звонишь, ты просто из-за памяти, не знаю, забегался, неважно почему. У меня в календаре просто столько, я записал тебя просто на другой, ну, как бы, вот, днём вашей. Причём я потом переписку открываю, смотрю, думаю, блин, короче, типа, мой косяк. Смотри, вот представь, нет этой переписки. Представь, мы вот как обычные пацаны и всё такое. Я как бы тоже из Камчатки, и мои пацаны тоже ничего не подписывают. Вопрос только в том, что наша память и наша вот эта скорость событий вокруг нас, она предполагает большое число ошибок. И из-за этого, если мы где-нибудь не запишем это, мы просто это забудем. Мы просто, каждый из нас, как бы, ты скажешь, да, слышь, ну, подожди, мы вот на это договорились. И ты придумаешь, почему у тебя твой левополушарный интерпретатор мозга, как бы, он тебе наработает логику. Придумает, свяжет какие-то слова в кучке и объяснит, почему мы договорились тогда, когда ты позвонил. Если бы у нас не было это письменный, если бы это был чуть принципиальный вопрос, например, то, как мы делим деньги, а не во сколько мы созваниваемся, и мы забыли об этом записать, то это сыграет с нами злую шутку. И вероятность того, что возникнет конфликт, если у нас нет ничего записанного, сильно выше. И это записанные договоренности, это не фактор недоверия, это, наоборот, способ создать это доверие, потому что мы, как бы, начинаем, перестаем быть, ну, мы просто, короче, записываем. Хуже не бывает, когда ты общаешься с каким-то типом, который ни рыба, ни мясо, он такой вроде и да, и нет, и ты не поймешь вообще, как бы он мутный какой-то, ну, то есть он просто что-то мутит. Это, кстати, еще один, ну, про записанные договоренности, про мутных, сейчас отдельно скажу. Короче, про записать договоренности, это про то, что мы создадим что-то объективное от нас, от нашей головы, обособленное, в котором где-то что-то хранится. И это может быть, на самом деле, переписка, там, в телеге или в WhatsApp, это не важно. Важно, чтобы это были неизменяемые сообщения, ну, вообще было бы здорово, и было бы здорово, чтобы мы это в какую-то форму привели. То есть ты написал сообщение, и я, например, лайкнул его, там, эмоджи что-нибудь поставил, что я окс, прям с той формулировкой, которую ты написал. И тогда это создает, как бы, наши договоренности. Это может быть обратная сторона салфетки, это может быть где угодно вообще. То есть никто не говорит, что это нужно на гербовой бумаге у нотариуса делать. Вопрос в том, что создание письменных наших договоренностей — это единственный способ вообще создать договоренность. Потому что если мы не запишем нашу договоренность, то мы договорились, то каждая о своем, понимаешь? Мы потом просто вспомним разное. И это офигенно. У меня вчера была консультация, которая там в формировании партнерской позиции приходит. Чувак и говорит, вы знаете, мне ваш менеджер сказал вообще-то на 16.30, не знаю, что он за 14.30, все такое. А у меня в 14.30 в календаре стоит менеджер, мне поставил в 14.30. И я говорю, что-то его нет. Он в 15 приходит и говорит, слушайте, ну, я понял, что вы полчаса меня ждете, но вообще мне ваш менеджер на 16.30 говорила. И я говорю, знаете, там его как-то зовут, я говорю, очень крутая иллюстрация, говорю, сейчас вообще не важно, о чем вы по-настоящему договорились, кто прав, кто виноват. Очень крутая иллюстрация того, что если вы с партнером не запишете, то вы будете искренне убеждены в этом. Я говорю, проблема в том, что ваш с менеджером разговор, есть запись зума, и она там вам говорит 14.30. И это на самом деле, я не хочу вам сказать, что вы не правы. Я хочу вам сказать, блин, создавайте все свои договоренности тоже письменно, потому что, судя по всему, как бы память так устроена, восприятие так устроено, что-то на бегу 16.14, это 4.30. Короче, как он там воспринял, это вообще не важно. Важно, что мы все по-разному все воспринимаем. И поэтому письменно нужно записывать, не в присутствии пастора, батюшки или нотариуса, или кого-то еще. Просто мы сели друг с другом, написали, слушай, деньги, прибыль, делим вот так. Качество написанного, это, правда, тоже важно, если честно. И в этом смысле, ну там, нужно чуть-чуть поднатореть, потому что можно записать такие договоренности, типа, мы за все хорошее против всего плохого. И потом у нас возникает какая-то фигня, мы в них смотрим и такие, ну и как это вам поможет сейчас? Да, в этом смысле, да, тут как бы не с первого дня получится, но начиная тренироваться, они в конце концов нормально получаются договоренности. Про мутных заканчивая, это очень крутой лакмус про то, что ты просто предлагаешь чуваку, говоришь, слушай, давай поставим подписи. Вот мы возьмем бумажку, мы вот здесь вот напишем, вот здесь две подписи просто поставим, ты и я. И ты ставишь подпись, ему протягиваешь. И вот если он, а чё, да чё, а чё подпись ставить, да чё? Моё слово всё означает. И у меня, как бы у меня большой вопрос, почему он не может поставить подпись. Ну то есть он, у меня тут недавно была партнёрская сессия, чувак там где-то в розыске, чё-то, чё-то, он говорит, я не буду, типа, не буду значиться. Я говорю, какой тогда смысл вашего присутствия на партнёрской сессии, если вы не будете там ничего значиться? А он такой, я там ла-ла-ла. Я говорю, так давайте вас назовём просто партнёр один. И всё. Неважно. Только эти трое, они втроём. Я говорю, вот только эти трое знают, что партнёр один это вы. Больше никаких идентификаций в этой бумаге. Но вы поставите свою подпись. Можете даже крестик поставить, неважно, но вашей рукой. И чувак, короче, а он по своей натуре тиран и такой авторитарный, короче, лидер. Он такой, как я скажу, так и будет. И он поэтому не хотел вписываться в эту договорённость. Потому что эта договорённость лишала его абсолютно власти. И он такой, да я что-то не-не. И он так юлил, просто как уж-то в сковороде. Я ему говорю, так вы прямо, ну вот вы договорились, что по вот этому вопросу ваш партнёр главный. Вам окей это? Он такой, ну вроде окей. Поставьте подпись. Он такой, что это означает, что он не собирается это выполнять, это обязательство. А если он не собирается этого обязательства выполнять, то тебе нужно решить, тебе окей с таким партнёром или нет. Может тебе окей, и тогда убери это обязательство. Ну, он не будет его исполнять, ты не будешь главным в этом вопросе. Но как бы вот это очень клевый такой триггер того, чтобы задуматься, что человек не всерьез собирается взять обязательства и не всерьез собирается там. У меня в Дубае была партнерская сессия, чувак такой, я за айтишку отвечаю, там ребята. И он такой, я вот это сделаю, это сделаю, это сделаю. Какие-то нереалистичные сроки, короче. Типа я все сделаю, вообще не важно. Я смотрю, чувствую, знаешь, люди соглашаются на все, если не собираются ничего делать. Я такой, угу, окей. Ну и я там готовлю-готовлю, присылаем партнерское соглашение, говорю, я хотел бы в зуме, чтобы мы все вместе подписали, ну, хочу проконтролировать. И он так юлил. Он такой, так я, ну это, что, я не могу сегодня. Я говорю, окей, перенесем на завтра. Ну, в общем, это прикольный показатель того, что просто это, ну, такой. Может, это не всегда так, это необходимо и достаточно условия. То есть, может, чувак просто не привык, он говорит, я вообще-то в Камчатке, я таких тем не подписываю. У нас на Камчатке так бывает. Но на самом деле, ну, если ему объяснить и сказать, слушай, это бумага, чтобы если у нас что вдруг случится, мы никуда не пошли с ней. Мы просто сели друг на друга, посмотрели, вот у нас здесь есть бумага. И она нам помогла сохранить наши отношения, даже если у нас партнерство сейчас расторнется. И я тебе еще хочу кое-что рассказать. Где-то, уже не помню где, но точно ты это рассказывал по поводу того, что нужно, после того, когда мы поговорили, просто посидели, пообщались, это называют, ну, там, знаешь, как протоколы совещаний после того, когда ты поговорил там с партнерами или вы там делали какую-то сессию и так далее. Это нормально. Но я стал применять следующую штуку, ее ты рассказал. Когда я с кем-то говорю о чем-то, вот мы там только познакомились или, в принципе, знакомились, ты просто берешь и пишешь ему то, о чем мы договорились, тупо тут же в месседж. Вот буквально через пять минут договорились, все читали, и ты просто отсылаешь ему, бах, ок. У людей это вызывает, особенно в стройке, в ремонте, то есть я пришел, поговорил с каким-то электриком, там, грубо говоря, или поговорил с заказчиком о чем-то, вот он выходит из двери, я тут же сел, пока я все помню, все договоренности прописал, то, о чем мы поговорили, один, два, три, четыре, пять, когда это будет сделан, и бах, ему отправляем. Уровень доверия в этом случае поднимается просто на какой-то вот так сразу, бум, сразу, просто обычное сообщение, казалось бы, короче, но сразу ты переходишь в уровень чуваков, которые, ну, типа, шарят. Вот я не знаю, как это сказать, это прям круто, круто. Есть еще такие лайфхаки? Слушай, для меня это просто настолько не лайфхак, потому что мы с тобой, когда поговорили про выступление, я тебе тут же отправил. Это я прям улыбнулся, потому что ты был единственный из всех, кто это делал в моей жизни, понимаешь? Я просто это не считаю лайфхаком, потому что для меня такое, знаешь, ну, как зубы почистить. Причем ты успел это сделать быстрее, чем я. Я сижу, короче, прикинь, пишу, я знаю, что, ну, это же твоя фишка, я у тебя ее видел. Я такой сижу, пишу, смотрю, ты такой, бум, приходишь, я такой думаю, блин, ну ладно, уже не буду ничего писать, ну, окей, да. Ты был просто быстрее. Ну, я, честно сказать, для меня это, я это почему пишу? Это потому, что у меня память, короче, как у голубя, знаешь, ну, типа, пришло, и я такой, что, где, кто, и я, ну, я вообще стараюсь, как бы, ничего не запоминать особо, и я поэтому, ну, типа, мы договорились, там какие-то вещи проговорили, я потом сам забуду, сам забуду, сам выдумаю себе, ну, то есть, так бывает, что я, ну... Ты же в моменте думаешь, что ты не забудешь никогда, как, в смысле, о таком нельзя забыть? Да, конечно, да, мы договорились, вот, там, какое-то, там, третье, не третье выступление, куда-то, что-то, вот, какие-то слова сказаны, и ты такой, вроде, что-то запомнил, потом из этих слов, на самом деле, ты взял себе интерпретацию этих слов, то есть, ты выдумал, что это означает, что он сказал, и запомнил их, а потом, когда вы начинаете вспоминать, ты вспоминаешь не его слова, а свое впечатление, и второй говорит, я такое не говорил, я говорю, ого, ты забазарил, ну, и там такой, что, типа, вообще происходит? И в этом смысле, конечно, я это делаю исключительно, чтобы потом просто глянуть, то есть, я это делаю, наверное, это моя деформация, мне не кажется, что это лайфхак, это какая-то прям нативная моя штука, но я, не знаю, мы с няней... Ну, это из-за образования, наверное, твоего лица, ты не знаю, образа жизни, там, не знаю, юридическая какая-то там жилка. Я не знаю, ну, мы с няней, как бы, мы с няней поговорили про что-то, про какие-то дни. Ну, если бы я это стал использовать на 10 раньше, хотя бы на 10, я уже молчу там дальше, это было очень сильно, то есть, поэтому еще раз запоминаю, как только вы с кем-то поговорили, о каких-то договоренностях любых, вы просто берете 1, 2, 3, 4, 5, записали, и все, и отправили тут же, и все, и все. Да, важная штука, если вы пришлете только то, что вам условно Рувим сказал, и вы, типа, его обязательства, там, ты мне должен, тун-тун-тун-тун, это смотрится не ок, а ты записываешь и свои тоже, то есть, все, что ты сказал, и все, что он тебе сказал, все вперемешку. Ну, типа, ты сказал, что вот так, я готовлю уступление на час, я презу должен выслать вот тогда, ты меня вот так, здесь вот это, вот так, так. Да, еще одна штука, что я понял, что, оказывается, разговаривать нужно не только с партнером по бизнесу, а еще и, оказывается, с своими самими близкими людьми. Да. Вот. У нас здесь лежит две игры, которые я вот одну приобрел на твоем мероприятии. Вот. Кстати, на твоем мероприятии я познакомился с чуваком Еду, который делает. Да, Денис Кутергиев. Да, 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 с Денисом, да. Мы там тоже випки сидели, кстати, класс, за счет. Так вот, что это такое? Рассказываю. Вообще, я хочу понять историю, откуда это появилось. Давай, давай. Это карточки, на которых написаны определенные роли, да, грубо говоря. Вот здесь написано семья и дети, здесь написано планы, мечты, цели, да. Здесь написано совместное что-то там, совместное время, быт и интересы. Это такая игра со второй половинкой, в которой здесь написаны какие-то действия, ну, вопросы, на которые ты должен ответить своей, скажем так, второй половинке. И это офигеть какая интересная игра, потому что очень часто нам сложно спросить о каких-то вещах. Да. Откуда вы это? Ну, во-первых, это вопросы не только для второй половинки, а это вопросы для, там, родителей живы с родителями, дети взрослые с детьми, братья-сестры. Это очень крутая штука, которая работает для семьи. Но первое, я сейчас тебе не расскажу, первая возникла вот эта штука. Так как я специализируется на бизнес-партнерстве, то возникла вот такая коробка. И там есть всякие карточки, которые нужно пообсуждать. Там, не знаю, будет ли у партнеров премия за их трудовую деятельность, кто и как определяет ее размер и так далее. Вот. И мы с тобой просто сидим, вот мы вот так поделили их, читаем вопрос. Если кажется, что это актуальный вопрос, откладываем в одну сторону. Если кажется, зарплата тоже актуальна, трудовая функция тоже актуальна. Какое позиционирование у каждого из партнеров перед сотрудниками компании? Хрен собачья, мы оба строители, не актуальна. Ну и там, мы, короче, взяли все сто карточек. А мы не так делали, видишь, а мы, короче, мы прям каждый убрали, каждый разбирали до того. Нет, с семьей чуть-чуть другая штука. Смотри, мы, короче, вот так разложили. Ты сделал то же самое. Потом мы взяли неактуальные карточки и поменялись ими. Потому что вдруг ты считаешь неактуальной какую-то актуальную. Хорошая тема. Я дальше неактуальные твои снова раскладываю в свои актуальные, добавляю и тоже в фигню. Фигня твоя и моя убирается просто в коробку. Класс. Да, и здесь остаются вопросики какие-то. Их там будет, не знаю, мы там наковыряем 30. Нам за беседу, кажется, двух-трех пока хватит. И мы берем из 30, случайным образом вытягиваем, задаем этот вопрос, и я говорю, слушай, как считаешь, типа, будет ли у нас, не знаю, какая зарплата у партнеров, когда она начисляется, начинает начисляться, ну, не в смысле какого числа месяца, а там, ну, может быть, в начале первые полгода у нас нет зарплаты, а потом когда... Да, действий, да. Как часто она будет меняться и на сколько? И ты такой, блин, может, нафиг зарплату? И я такой, Рувим, слушай, ну, у меня нет другого дохода, мне нужна была бы зарплата. Ты такой, ну, ладно, понимаю. Давай, какую, на какую ты можешь там прожить, потому что мы прибыль потом будем... Ну, короче, вот мы пообсуждали, не знаю, у нас по 100 тысяч. Вот мы поставили по 100 тысяч с седьмого месяца работы, или с точки безубыточности, или еще откуда. Мы взяли, Рувим и Дима договорились об этом, об этом 100 тысяч. Не меняется, меняется только если мы оба согласовали ее изменения. Все, карточка отработана. У нас возникла договоренность. Дальше там твоя карточка и так далее. Как протокол такой некий после встречи. Да, и мы просто договорились, о чем мы, ну, в смысле, вот о чем мы поговорили. И, ну, таких вопросов 100 вот в этой коробке. И она для бизнес-партнеров. Я такую принес тебе в подарок, твоим подписчикам целое. Мы знаешь, как сделаем? Мы ее подпишем, и мы ее отдадим кому-то в зале, кто будет в зале, и кто что-нибудь сделает. Давай. Да. Давай. Ну, давай, ты сам, да, назначишь, тогда, ну, короче, здесь одна запакованная вообще, одна вот новая, только распакованная. Дальше, короче, я проводил это для бизнес-партнеров, и, прикинь, вот этот разговор, и там у меня и строителей много, там, не знаю, они и же занимаются деревянным строительством, ла-ла-ла-ла-ла, там строят сначала маленькие дома, а теперь какие-то поселки там. Ну, короче, классика. Они, мужик выходит и говорит, блин, а вот бы мне с женой о такой теме поговорить. Так круто поговорил с партнером, так честно и открыто, так прикольно. Потом какая-то была еще штука, там девелоперы были из Питера. Выходит девушка говорит, вот бы мне, короче, с сестрой о таком поговорить. Прикольно очень беседа, создать как бы что-то внутри семьи тоже твердое, какую-то договоренность. И мы вот слушали раз, два, три, четыре, и мы такие, похоже, пора делать для семьи. И мы выдумали такую идею, что каждая семья, род, семья, неважно, что у тебя с супругом или с братом, то есть я со своим братом, со своей мамой, со своей женой и со своим девятилетним сыном. Я с каждым из них поговорил, я даже с тещей говорил по этим карточкам. И мы взяли карточки. На самом деле здесь тоже есть какие-то актуальные, какие-то нет, ну там здесь есть про свободную любовь и все такое. Я бы с тещей не говорил на эту тему, но этот вопрос бы убрал, конечно, из списка. Типа, вот представь, что мы братья с тобой. Я говорю, Рувим, мы не так часто с тобой общаемся, но я супер рад вообще восстановить бы наши отношения. И мне с чего-то надо начать, я что, про семью про твою, я все спросил, ты тоже. Мы там двоюродные даже. Я говорю, слушай, а ты можешь описать, как выглядит наш идеальный совместный день на следующей неделе и через 10 лет. Вот идеальный день, прикинь, у нас нет вообще никаких ограничений, не семейный работ. Как идеальный наш с тобой день выглядит, помечтаем. Сейчас, на следующей неделе и через 10 лет. И берешь бумажку, я беру и ты, и мы пишем. Письмо времени. И потом просто почитали друг другу, блин, обнялись, сказали, охренеть, погнали на эту рыбалку там, и все такое. Понимаешь, вот я говорю, у меня мурашки. И это, и это, короче, создает такие новые смыслы в себе. Согласен. Я же говорю, я несколько вечеров провел, прям благодарен, это прям тема, тема. Мы записали, у нас много что записано, мы прям протокол делали. Знаешь, даже мы подошли, и там лежит партнерская сессия и феймили. Мы такие, так, что возьмем, короче. Я говорю, обе, ну нет. Давай одну, и мы, короче, и такие, оба, ладно, все вот это, потом про бизнес еще успеем. Прикольно. Хотя мы вместе работаем. Да. Ну, и да, это не для семейного, не обязательно для семейного бизнеса, это просто для людей, с кем ты, кто тебе близок. Это даже с друзьями. Ну, то есть вопрос про совместный день сейчас и через 10 лет, это и с близким другом, с которым ты давно не общался. Конечно, конечно. И поэтому, короче, моя идея в том, чтобы создать для общества сейчас, и мне кажется, сейчас как никогда это нужно, для общества инструмент сплочения не через какую-то и большую идеологию, а через идеологию наших отношений, через смысл наших отношений, что мы можем как бы пообсуждать, как, не знаю, день рождения твоей мечты как бы выглядит, что там вообще. И ты, может быть, сходу вообще на это не ответишь. Ты такой, охренеть, я даже не задумывался. Ну и прикольно, поживи с этим вопросом. Давай другую карточку возьмем, вообще забей. Ну и ничего страшного, что ты не можешь день рождения мечты сходу сказать. Но начать об этом говорить, это создать новый смысл между отношениями людей. И я на самом деле, я и вся моя компания, мы сейчас называемся Most Partners, Most Family, мы хотим дать обществу такие инструменты, которые помогают строить мосты, а не заборы. В этом вся идея, что мы объединяем людей, а не разграничиваем. И поэтому у нас Most Partners. В общем. Я просто гуглил, там есть Грици-компания, или когда так называется? Да, Грици-партнеры. Да, Грици-партнеры. Да, Грици-партнеры. Вот. И это можно использовать даже на какой-нибудь вечеринке. Ну, может быть, менее. Но вот, мне кажется, нужно третью какую-то, когда, знаешь, тусовка. И вот, чтобы вот, ну, иногда было, хотя редко такое бывает, когда не о чем поговорить, но такое бывает, наверное. Слушай, я в этом смысле. Есть достаточно много наборов и каких-то конкурентов, которые злостно копируют, и каких-то наших друзей. Я всегда рекомендую. Есть хорошие карточки незнакомцы. Это такая маленькая прям, маленький такой инструмент, который вот для тусовки круто работает. Такая синенькая маленькая коробка. Я прям их люто рекомендую. Вообще не имею никаких просто дружеские с ними отношения. Они большие молодцы. С этими карточками вообще в друж... Ну, как бы сами по себе карточки и вопросы, на самом деле, они там намного раньше нас вышли. И мы... Понимаешь, это на самом деле не для фана. Это инструмент, который создает смысл в семье. И в этом... Да, вот я поэтому и говорю, что не совсем... То есть это больше такая штука. Это разные задачи просто. Это разные задачи. Это вот один на один прям идеально вообще. Да-да-да. Один на один супер. Да, это просто про разные задачи в том смысле, что есть, правда, много хороших наборов карточек, много скопированных, но мы только по форме совпадаем. Короче, мы по форме совпали, что и там, и там карточки с вопросами. Да. Но по цели не совпадаем со всеми. Да, позиционировали. Потому что наше — это для создания, создания как бы серьезного намерения взять на себя обязательства или поделиться какими-то своими мечтами со вторым близким тебе человеком. А там может быть другая какая-то цель. И тоже круто. Короче, каждому... Как это? Ну, не мне тебе рассказывают, что разные инструменты для разных типов задач. Молоток, партнерство в договоре оборудования. Нельзя делать. возник вопрос, то есть возникла какая-то напряженность и не поделиться ею с партнером, а пойти искать где-то группу поддержку на стороне. Ну, типа прийти и рассказать своей жене, что твой партнер-то мудак вообще-то оказался. Ну, а тот партнер сделал то же самое. И там начать строить заборы как раз. Это вот про «давай-ка ограждаться, давай». Вот это первое, что нельзя делать. Если возникла какая-то напряженность, нужно сесть и выложить на стол и как бы сказать, слушай, надо поговорить по этому поводу. Второе. Это, ну, базово, то, о чем мы вначале все это время проговорили, это не договариваться ни о чем, думая, что вы вообще-то нормальные люди и вы по ходу это сделаете. Просто по ходу очень тяжело это сделать. Нужно супер быть вообще отстраненным от бизнеса, с проработанным эго и всем остальным, чтобы смочь по ходу, когда уже высокие обороты, там что-то как бы калибровать в этот момент, эти диски друг с другом, это, в общем, тяжело. Это второе. Третье. Я думаю, что, ну, сейчас будет банально, но вот если у вас разногласия, то что обычно делают? Обычно тренируют собственную убедительность. Ну, то есть они приходят на консультацию и говорят, просто прокачайте меня, почему я прав. Ну, они так не формулируют, но они говорят, вот смотрите, вот такая ситуация, ну, он же козел, понятно, просто, ну, дайте мне аргументов еще. Штука в том, что ты никогда не добьешься, если тот человек от тебя, ну, не на сто процентов зависит, а у него все-таки есть какая-то свобода воли, то вот ты никогда его не сможешь убедить и никогда так не случится, что, знаешь, ты там три дня с ним спорил, он не соглашался, а на четвертый день он такой, ладно, сдаюсь. Нет. Чем дальше, тем хуже, тем сложнее убедить человека. И поэтому единственный шанс его убедить, это по-настоящему его услышать и понять, что он хочет. Потому что, может быть, то, что он произносит, что тебе неприятно, на самом деле таковым неприятным не является, потому что под его позиции, это то, что он озвучивает, есть интерес и потребность, который вполне приемлем тебе. То есть он такой, я хочу, чтобы ты был на работе. Второй такой, ааа, он наступает на мою свободу, козел, я не буду на работе. Вот конфликт, это мы озвучили. А у него там, ну, в потребности, то, что, не знаю, чтобы человек не работал на конкурентов. И он сам выдумал, что единственный способ, это чтобы он был здесь у ногтя, как бы, и поэтому, слышь, иди на работе, сиди, я чтобы должен тебя видеть. А у него позиция, чтобы он не работал на конкурентов. Я сейчас вымышленно. А второму, ему нужно как бы не спорить, я хочу быть на работе. Говорите, ну, зачем? Это для чего тебе? Ну, и как бы копать, 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 копать. И потом понять, он говорит, я, короче, думаю, что ты просто, ну, халтуришь где-то еще что-то. Он говорит, слушай, вообще, ну, я не знаю, как хочешь, это проверяй, я не халтурю. Если он реально не халтурит, то ему, ему эту потребность легко решить. Он не собирался халтурить, но он и на работе все время не хотел сидеть. И это просто как бы то, что мы хотим, и то, что мы в итоге произносим, разные вещи, и в этом смысле не пытаться убедить другого, а пытаться его понять, сильно помогает. Четвертое, ну, надеяться на свою память, не записать ничего, естественно, сказать, да не, ну, это вот он просто рассказывает очень, это, конечно, у Рувима был, вот этот гость, я все там понял, но я-то нормально все буду помнить. Чуваки, мы там бывали, пожалуйста, не это, не переоценивайте. Ну и пятое, наверное, думать, что ты этого человека никогда больше не встретишь. Вот когда люди расстаются, то вот это, знаешь, как бы успеть ему насрать на заднее сиденье, это очень-очень странная затея, ну, в переносном смысле, я надеюсь, что когда ты, когда ты вот, ну, как бы в спину ему плюешь, думаю, вот вы расходитесь, и у тебя есть, как бы ощущение, что все, этот человек, от него больше ничего не зависит, и вы с ним больше не будете работать, ну, короче, мир оказывается намного меньше, чем кажется, строительно уж точно, и количество точек, когда он сможет повлиять на твою судьбу о том, как, кто с тобой будет работать, кто не будет, кто к тебе пойдет работать, кто спросит у него о твоей репутации, вот этих всех штук вы не представляете, как много, поэтому мне кажется, что нужно думать и считать, что, ну, каждый имеет право на уважение и до конца его проявлять не вымышленно, не искусственно, а как бы говорить, что, ну, слушай, ну, если мы с тобой не сработались, то у нас есть высокий шанс сохранить отношения и сработаться в другой конфигурации, в другом месте, в другое время и в других ролях. Я всегда говорю, во время конфликта первое, что сделай, поменяйся местами мысленно с человеком. Вот если поменялся местами мысленно, ты сразу трезвеешь, у тебя сразу вот, ну, как бы, пойми, почему он так делает, пойми, почему эта ситуация произошла, у тебя, кажется, она шоком, типа, ты, типа, серьезно, ты, как бы, просто пойми, почему он так сделал, вот просто вживись в роль чуть-чуть на пять минут, и, как бы, у вас начинается более или менее такой конструктив тогда. Согласен. Вот, прикольно, прикольно. Вот я был в такой ситуации, когда я вроде бы, как бы, шел вот с кем-то одним, потом появилось еще большее количество людей, и кто-то стал закрывать большие потребности. Да, я понимаю, он стал ценнее. Он стал ценнее, как бы, как бы, показалось. А кто-то дольше со мной времени провел. И вот что делать в такой ситуации? Слушай, мой ответ будет до банальности... Садиться говорить с ними? Да. Я так делал. Скорее, отдельно. Важно. Отдельно, да? Да, я бы поговорил сначала с тем, кто был первый. Да. И сказал бы, выложил на стол, сказал, слушай, мы шли вместе. Да. Мы нифига не договорились. У нас обоюдная ответственность по этому поводу. Я не знаю, что делать, как ты сам считаешь. То есть ты, как бы, возьмешь эту телегу у того парня, и ты побежишь с большей скоростью, и тогда все норм. Или ты говоришь, да, окей. И там, если ты, как бы, приходишь не с ультиматумом, типа, у тебя у нас было 50 на 50, но тот, типа, что-то получше качает, у тебя будет 20, у него 30, у меня 50. И в такой ситуации единственное, что он начнет делать, он начнет класть кирпичную кладку просто вокруг своей позиции, говорит, да хер раз два, как бы, сейчас бетоном зальем и посмотрим, как вы пробьете. А если ты вот так выставляешь и говоришь, слушай, что делать? Реально. То есть я бы задал вопрос. Тебе кажется, что вот этот вот новый, он, ну, ценный нам сейчас? Кажется или нет? И он такой, ну, там, кажется, не кажется. Если кажется, что ценный, что думаешь, что делать, как бы, вот по моей правде, может, это не так, это моя фантазия, вот я бы так прям говорил, но по моей правде он закрывает часть твоего функционала. И он получает зарплату от наших общих денег. Мне чувствуется это несправедливым. Давай либо сейчас очертим, окей, мы там ни о чем до этого не договорились, но мы сейчас с тобой очертим зону ответственности, окей, ты там настаиваешь, что должны все равно доли прежней сохраниться, но давай хотя бы мы вот сейчас, как бы, вычертим эту зону ответственности и скажем, что ты три года готов закрывать вот этот функционал. И я три года готов закрывать этот функционал. Ну, и важная штука, что если ты вначале не договорился, ну, или в какой-то момент не договорился, прими этот опыт, это просто, ну, твоя ошибка. Это как, ну, ты бизнес-план не прописал, ведь вот эти таблички с циферками, их же тоже когда-то в жизни не существовало. Была культура общества, что все там на счетах что-то подергали и все такое. А теперь кто-то планирует, а вот сколько мы продадим билетов, а сколько они будут стоить, какая-то табличка возникает, бизнес-план. И это сейчас кажется нормой. Вот я хочу сделать, чтобы культура договоренности тоже стала нормой, что люди будут говорить, в смысле вы не записали, это как? Как это вы не записали, это что, так бывает? Как это вы не поговорили, что за прикол? В смысле, он был в коме или что? Как вы не поговорили? Вот, и я поговорил бы с одним, с которым мы не поговорили, не успели. Я бы поговорил с новым и сказал бы, слушай, я вижу и ценю и благодарю, что ты вообще тащишь круто. У нас с тобой не было никаких договоренностей про долю, ничего. Я вижу, что ты закрываешь функционал моего партнера, или спросить, как ты считаешь, закрываешь, не закрываешь. Он бы сказал, что закрываешь. Сказать ему, слушай, я не готов тебе сейчас дать долю, пока мы с ним не договоримся, потому что я не хочу его кидать, у нас как бы тоже договоренность. А ведь важная штука, что если ради тебя кинули кого-то другого, то ты просто будешь следующим, которого так кинут. Понимаешь? Если ты залетаешь новым, и тебе партнер говорит, а, тот прошлый вообще олень, вот сейчас тебе все выдадим, все понятно, тебе просто начинается отсчет времени, когда про тебя так начнут говорить. Очень понятный паттерн. И поэтому проявление некоторой стабильности и честности по отношению к партнеру, к которому ты можешь быть недоволен, еще что-то, но у вас нет никаких договоренностей, вопросов нет. А если у вас есть договоренность, то там, если вы хорошо подумали и взяли вопрос, типа, что будет, когда мы будем недовольны? Что будет, как мы будем расходиться? Что будет? У тебя там есть сценарий эвакуационного выхода, то есть там все написано. Ты такой, слушай, мы вот так, 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 ну там решаем. Если я настолько недоволен, что я не готов с тобой дальше работать, мы садимся, не знаю, ты предлагаешь цену за проект, я предлагаю цену за проект. У кого больше, то ты покупает. Долю второго оплачивает. Ну, кто более щедрый, тот как бы и шагает. При этом, если ты меньше цену назовешь, ну, просто тебе меньше ее заплатят, короче, ты... Там система сдержек противовесов так устроена, что тебе невыгодно указать слишком большую или слишком маленькую, потому что слишком большую укажешь тебе ее и платить, слишком маленькую, ты получишь очень мало денег. Поэтому ты как бы, когда ты делаешь там русскую рулетку или там всякие техасские перестрелки, они все сбалансированы. И в этом смысле ты как бы прописал. И ты можешь, если у тебя есть договоренность, и тебя настолько не устраивает, что он делает или не делает, ну, надо расходиться. Потому что какая разница, ну, ты год еще потерпишь, и через год будешь расходиться. Вопрос только в том, в уровне неудовлетворенности твоей и в уровне твоего ограничения, что ты стопоришь себя и не развиваешься, потому что тебя бесит, что твой партнер не бежит, а ты не хочешь для двоих бежать, знаешь, ну, вот чтобы не возникло этого внутреннего диссонанса психологического. Вот, поэтому в этой ситуации поговорить со старым, поговорить с новым, и на самом деле дальше предложить им всем за одним столом поговорить. Потому что в этот момент у вас уже какие-то личные вещи, вы поделились ими, а на троих договориться, ну, это там окей. Если, например, старый говорит, да я вижу, что он пашет, и я готов ему дать даже большую часть доли, чем ты, чтобы, как бы, он тоже присоединился к нам. И там, не знаю, в итоге у него 30, у тебя 40, а у него 30, например. Ты на 10 уменьшился, он на 20 уменьшился, просто потому что он не бежал. И, ну, есть много людей, которым, если ты не будешь на этом настаивать, а предложишь решить, многие кто так решит. Ну, типа, что у меня будет, 50% от нуля или 30% от большого развивающегося проекта? Конечно, ну, если у меня эго не болезненное, то, конечно, лучше 30% от большого развивающегося проекта. Согласен, да, с эгом надо работать. Это да. Ну, тут, как бы, чем чаще замечаешь, тем спокойнее к этому относишься. Потому что у меня бывает тоже, у меня, мне что-нибудь скажут, я прям как вспылю, и я такой, а потом я думаю, так, что вспылил? Ну, понятно, здесь задели вот за эту штуку, понятно, все очень предсказуемо, Дима, ты все тот же, и это хорошо. Ничего не поменялось. Да. Слушай, а вот все договоренности, связанные с личной жизнью, они ведь тоже супер важны. Я уверен, что к тебе приходило большое количество. Там я был, когда ребята разошлись, но они работали вместе. Потом, ну, я был на разборах, вот, и так далее. В момент, вообще, работать с второй половинкой или нет? Знаешь, вот есть такие правила. Работать нельзя или по-другому невозможно? Ну, то есть, как ты думаешь, как нужно договариваться? Я думаю, что если ты работаешь с близким для тебя человеком, то, во-первых, я считаю, что это вполне возможно, хотя бы потому, что существуют большие семейные корпорации, они супер успешные, и было бы странно говорить, что нет, нельзя, это просто ты не умеешь это делать. Но когда ты работаешь с близким для тебя человеком, неважно, это твой родственник, это твоя супруга, или это просто твой друг. Да, все то, о чем я сказал, нужно умножить на четыре в смысле своей интенсивности и детальности фракции проработки. Потому что есть две ментальные ловушки, когнитивные ловушки. Первая когнитивная ловушка в том, что я делаю это с близким человеком, и у меня есть иллюзия, что я этого человека знаю как свои пять пальцев. Ну, типа, мы с братом 20 лет знакомы, у меня 20, ему 25, ну, конечно, что я у него буду спрашивать. Но штука в том, что ты его знаешь из другой социальной роли, ты его знаешь как брата или как супругу, и он прекрасен, или он со своими особенностями, неважно. Важно, что в бизнесе вы можете и, скорее всего, будете проявлять другие качества, деловые, другие качества человеческого характера, просто там уровень пунктуальности, менеджмента, ответственности, всяких таких вещей у тебя от бизнес-партнера может быть иной, не больше, не меньше, а иной, просто другой. Это первая когнитивная ловушка, что ты его, типа, знаешь, поэтому, ну, что с ним общаться, нет, это обсуждение точно не надо. В этом и весь смысл, что как раз нужно общаться, потому что иначе ты будешь накладывать тот аватар, который у тебя создан, потому что вот он, ну, как бы в жизни такой, ну, и как бы в бизнесе будет такой же. А он в бизнесе может быть вообще другой, он резкий, четкий, быстрый, а дома он лежит на диване, как бы. И это вообще разная штука. Это первое. А второе, у тебя на кону ты играешь с двойной ставкой. Если ты играешь в бизнес просто, вот мы бы с тобой соединились, партнеры, то мы бы играли с тобой на ставку наше. Это время, деньги, усилия, ну, короче, все, что мы вкладываем. А когда ты берешь своего брата или супругу, то у тебя помимо времени и вот этих усилий первой ставки, у тебя есть вторая ставка, это личные отношения, которые на самом деле на кону. Реально, если вы, что-то бизнес не попрет, и вы поссоритесь, то ты потеряешь не только деньги и время свое, но и личные отношения. И из-за того, что ты играешь, если мы бы играли в покер, ты играешь не на стопку, а на две стопки, то необходимость аккуратнее считать ауты, сколько у тебя возможно комбинаций придет, намного весомее, потому что ты играешь на большие деньги, у тебя ставка больше. Из-за этих двух, как бы, когнитивных вещей, из-за того, что это двойная ставка, из-за того, что тебе кажется, что ты знаешь этого человека, все то, о чем мы с тобой поговорили, нужно провести реально в четырехкратном, более аккуратном порядке. Нужно прям супер внимательно. Слушай, а вот это как у тебя? А сколько хочешь работать? А сколько это? Потому что в тот момент, когда, блин, у нас ребенок, я поэтому не сделала. И ты такой, и ничего, тебе нет довода аргумента сказать. Конечно, у ребенка, она была с ним, и все понятно. Нет аргумента. Ну или, ну слушай, мне там, не знаю, плохо стало. И ты такой, блин, ну я понимаю, но ты могла бы мне успеть сказать, я бы перехватил, я бы там ассистента кого-то, что-то, я бы решил эту задачу, но ты и не сказала. И мы забили, и я думал, три дня назад это было сделано, а это не сделано. И ты вроде близкий человек мне говорит, что тебе стало плохо, и мне тебя жаль по-человечески, но дело-то не сделано. Отскажите мне, я бы сделал, и тебе бы врача вызвал. Но как бы вот эта штука, она, ну как бы требует, она прям требует более аккуратной работы над этим партнерством. Нужно делать то же самое, только в четырехкратном приближении и детализации. Да, согласен, сто процентов. Так оно и есть. Так, ну я думаю, что это было офигительно для первого раза. Мы можем еще, знаешь, мы можем еще пройти по каким-то там, кстати, чек-листам, что ли там, точкам триггерным, да, где нужно. Но я думаю, что может быть, есть у тебя идеи? Слушай, я думаю, что я на твоем выступлении сделаю прям список вопросов, которые точно нужно обсудить, базовые, какие есть варианты ответов, там, кто главный, кто принимает решения, как делят доли и все такое. У меня там, я помню, что хронометраж не очень большой, но что, успею. И плюс, мне кажется, что если там, не знаю. Ну, 40 минут, смотри, давай так, 40 минут у тебя будет минимум плюс ответы. Окей. Ответы, вопросы мы можем вообще унести, потому что я уверен, что если после там выступления, мы там через, там, не знаю, через полчаса, через час сделаем, у нас просто будет же не одна локация, а несколько локаций. Плюс у нас будет зона, где люди знакомятся. Да. И вип, и випка. Довольно-таки большие помещения. В какой-то из них мы можем сделать сессию в ответах на вопросы. Если тебе будет интересно, ну, грубо говоря, если ты поймешь, что вайп ты поймал и скажешь, ребят, я вот, короче, еще там на вашу просто получаю, то мы можем просто растянуть, ну, выступление, контент, да, да. И потом, да, и потом просто еще с людьми там в куларах пообщаться. Слушай, давай сделаем вообще как пока. Как пойдет, да, как пойдет, потому что, да, у нас будет там, потом я видел, что ты, короче, любишь тусить, короче. Я потихоньку наблюдаю, короче, так, чуть-чуть, короче, вот. Класс. Я, знаешь, что я понял еще? Что определенные люди выносят определенные кроссовки. Я фетиширую по кроссовкам, короче, вот. И я, короче, прямо определяю, такой думаю, о, смотри, вот это нормально тело. Да. И, в общем, да, про то, если вдруг, там, не знаю, твоим подписчикам они скажут, а вот такая ситуация, вот такая ситуация, вот такая ситуация, я вообще с удовольствием, короче, с приятным человеком, приятно, не знаю, ты можешь собрать вопросы, мы поотвечаем, порассуждаем. Обычно люди такие, офигеть, как он решил вопрос за мои, там, за пять минут, как бы, вопрос я полгода, год не могу решить. Я уверен, это будет сильно, поэтому, ребят, давайте так, пишем, во-первых, вот эти все вопросы свои, вы уже поняли, про что мы, скажем так. Все, потому что, ну, я только недавно стал, и тот, и, наверное, один из первых гостей, кто вообще не в сфере, по факту, да? Да, Андрюха, был у нас кто-то еще, никто не в сфере? Никто, только все, кто в сфере. Да, да, ты у меня прям дебют, то есть дебют из людей, то есть, ну, понимаешь, да, ты сегодня, я строитель, у меня подкасты, там, с чуваками, которые в индустрии, да, с большими какими-то, там, с компаниями, там, ну, директор по маркетингу был, мы, опять же, он по маркетингу был директор Петрович, и, как бы, ну, он, как бы, все равно, он как-то близко, он в теме, ты, вот, вообще не в нашей теме. Вот, но это было хорошо, я думаю, если нам мы соберем какое-то количество лайков, мы, короче, не знаю, какое, мы сделаем еще, я думаю, что-нибудь. Было классно, спасибо. Спасибо. Та-та-та, сколько, Андрюха? Смято! Та-та, сколько, Андрюха?